На плоскости есть четное число точек, ну я не знаю, 10 точек, вообще мне не важно, твоя точка. Докажите, что можно так разбить их на пары, чтобы когда вы соедините в каждой паре точки отрезков, эти отрезки не пересекать. Давайте решать задачу, считая, что никакие три точки лежат на одной прямой. На самом деле у нас получится, что и без этого хорошо, но давайте, можете внутренне считать, что они какие-то точные. Да, значит, что они? Да, пожалуйста. Ну, разобьем как-то на пары. После этого, если два отрезка пересекаются, то можно заменить на две другие пары. Ну, например, я написал три отрезка, четвертый. Каждый раз сумма длин отрезков будет уменьшаться. Берем какие-нибудь два отрезка и замечаем, что если мы их берем, а вместо них поставим вот так, имеется в виду, это вот эти два отрезка убрать, эти, то от этого что происходит с суммой длин? Уменьшается. Уменьшается. Отлично. Отлично. Дею все поняли? У нас все время будет уменьшаться сумма. Почему будет уменьшаться? А потому что, когда есть два пересекающихся отрезка, то вот этот отрезок меньше, чем сумма этих. А этот отрезок убрать линей меньше, чем сумма этих. Соответственно, сумма этих отрезков меньше суммы длинных. Так, все понятно? Все понятно. Вот это была не задача. Это было напоминание, действительно, такой замечательной, известной задачи. А теперь будет в этой известной задаче небольшое изменение условия. Данных 10 точек, никакие 3 из которых не лежат на одной приеме. Всегда ли можно разбить их на пары и в каждой паре соединить отрезком, чтобы каждые два из полученных пяти отрезков пересекались? Здесь было не пересекались, а я изменю, пересекались. Все пересекались отрезки. Да. Всегда ли можно так разбить их на пары, чтобы, когда рисуете отрезки, каждый отрезок пересекался бы с каждым другим? Если я прямой параллельный, а не будет? Вы можете тогда взять напасть. То есть то, что какие-то прямые параллельные, ведь не может, не может же быть, чтобы все-все-все-все. Они лежат на одной приеме, да. Я сказал, никакие 3 не лежат на одной приеме. И прийти же. Важно, чтобы это куда-нибудь удалось. И ставить надо, конечно, 9 точек. После чего ставим 10, чтобы любой из этих отрезков невозможно было бы пересечь. Какой отрезок не проведешь, он просто ни с чем не пересечется, и все. Понятно? То есть точка, без которой все остальные 9 точек видны, да? И тогда с какой ни соедините, вот именно этот отрезок навсегда останется не пересечен. Так. Понятно? Понятно. И теперь еще одна вариация задачи. Дан те же самые четные числа точек, никакие 3 из которых не лежат на одной прямой. И дан круг, в котором они все расположены. Задача. Внутри круга отмечено четное число точек, никакие 3 из которых не лежат на одной прямой. Докажите, что их можно разбить на пары и провести прямую через каждую пару так, чтобы все точки пересечения прямых лежали в нашем круге. То есть смотрите, когда вы говорите про отрезки, то мы понимаем, что возможно, вот то безобразие. Да? С отрезками не получается. А вот если заменить на прямые, оказывается, можно добиться, чтобы прямые пересекались бы внутри. Если точки лежали внутри круга, то оказывается, можно, чтобы, когда вы проведете через каждую из ваших вытранных патручных прямой, чтобы все точек пересечения выйдут внутри. Это очень легко. Нужно доказать, что так можно разбить на пары. То есть точки у вас уже даны, и вы не можете двигаться. А вы можете менять, какая из какого. То есть у вас дано 10 точек, вы должны их разбить на 5 пар. Свои параллельные прямые подстроить. Параллельные прямые подстроить. Нет, постойте. То есть заменить две пересекающиеся прямые далеко. На диагонали 4 параллельные прямые. И что при этом будет происходить с суммой длин отрезков? Увеличивается. Увеличивается. Значит, нам нужно искать максимум. Правильно? Не минимум сумм, а максимум. Вообще все. Это решение. Давайте объяснить для всех. Представьте себе, что вы как-то разбили нашу точку на парку. Взяли какие-то, либо какая-то пара, провели эту прямую. Взяли какие-то две другие, провели эту прямую. И вдруг так случилось, что прямые оказались вот такие. Представили? Они или параллельные, или пересекаются от нее. Так, смотрите, я же в таком случае могу взять вот эти вот отрезки. Их сумма длин больше, чем сумма длин этих отрезков. Правильно? Процесс увеличения суммы длин становится, потому что всего вариантов разбить данное количество точек на пары, конечное число. Я могу с самого начала сказать, разобьем на пары, чтобы сумма длин отрезков была максимально возможной. И все. И тогда это сделать будет нельзя. А что значит это нельзя сделать? Значит, вот такое вот нужно пересечение, которое лежит в ней, ее просто нет. Решили задачу? Решили.